Олег, здравствуй. Итак, сколько машин на этот раз отправилось из Подмосковья? Приветствую тебя. Сейчас очередной конвой МЧС за несколько минут до нашего прямого включения промчался мимо нашей съемочной группы. Он покинул территорию московского региона и движется сейчас по дорогам Тульской области. Это уже 12-й по счету гуманитарный конвой из России с необходимой помощью мирному населению Донбасса. В общем же, будет отправлено 170 мощных тягачей и полторы тысячи тонн груза до пункта назначения около четырех суток пути. В команде спасателей на этот раз пополнение, помимо водителей и механиков техподдержки, в составе конвоя медик МЧС. Лариса Собакова 10 лет на службе спасения. Она эксперт в психологии поведения, чрезвычайных ситуациях и вооруженных конфликтах. Теперь же ее задача уберечь от нервного срыва своих коллег. Мы беседуем с водителем. Всякие ситуации бывают и на дороге, и все-таки путь долгий. И вообще то, куда мы едем, всегда как бы нестабильна обстановка там. Поэтому моя задача сделать так, чтобы они были спокойны и выполняли свои задачи максимально эффективно. А вот в половине шестого утра на плацу спасательного центра МЧС прошло торжественное построение личного состава и техники. Эта церемония становится уже такой доброй традицией. Перед ответственной миссией обязательное напутствие командиров и благословение духовного наставника. Дорогие братья, в очередной раз, в 12-й раз, я провожаю колонну и каждый раз волнуюсь. Потому что волнуюсь за вас. Как бы мы хорошо не подготовились технически, но все равно дорога есть дорога. И каждый раз благословляю старшую колонну командира иконы святителя Николая. Привучаю вас в его попечении. Пусть Господь благословит ваш путь, чтобы вы выполнили то, что вы должны сделать. И вернулись все обратно как можно скорее, все живые и все здоровые. А вот ровно уже в 6.00 командир отдал приказ по машинам. И тишину утро разорвали своим ревом мощные двигатели и звуки военного оркестра. Из подмосковного Ногинска было отправлено два десятка грузовиков. Это лишь первая часть того груза, который собрали в столице и Московской области. Остальные же тяжеловозы, их полторы сотни, были укомплектованы в других регионах страны. И свое место в конвое они займут уже на точке общего сбора под Ростовом, которая находится недалеко от пограничного коридора с Донбассом. В состав груза будет входить продукты питания. Это крупы в ассортименте, мука, макаронные изделия, кондитерские изделия, томат-паста, растительное масло. Также строительные материалы, медицинское имущество, лекарственные средства. Теплые вещи и продукты питания, медикаменты, бинты и предметы личной гигиены. Кроме всего этого, в перечне гуманитарной помощи значатся еще также и канистры с топливом и электрогенераторы. Это жизненно необходимо для населения разрушенных городов и поселков Донбасса. Особенно тем людям, чьи дома оказались буквально уничтожены крупнокалиберными снарядами украинской армии. Страха такого нету. Мы выполняем мирную миссию. Поэтому мы с оружием дела не имеем. А там люди, наверное, тоже и нас оберегают, и мы помогаем. Поэтому страха особого нету. Едем с нормальным настроением, чтобы помочь населению пострадавшим. Ну а при движении по автостраде водители не рискуют. Двигаются со скоростью около 80 км в час. Ссылаются на погодные условия. Дело в том, что действительно сложно иметь условия. Усиливается снегопад на дорогах заноса. По прогнозу, возможно, появление гололеда. Первая же остановка ждет колонну за 600 км от столицы. Остановятся для ночлега и отдыха в Воронеже. А уже на рассвете продолжат движение дальше на юг, к пункту сбора в Ростовской области, где конвой полностью сформируют и потом 170 машин пересекут границу. Процедура пропуска назначена на 31 января. И после пересечения КПП у конвоя останется около суток пути до Луганского центра социальной поддержки населения. Там, после разгрузки, команда спасателей отправится назад. Командировка на Донбасс и обратно займет около полутора недель. Ожидается, что российские спасатели окажутся дома уже 5 или 6 февраля.